Дверь номер три Короче, вариант подождать в траке не сработал Придется мне стоять здесь и наблюдать, как меня разгружают Первая палета пошла Это та, которая была с повреждениями внизу коробки Кто сделал повреждения, непонятно, но они ничего не сказали Впереди еще полтрейлера Стою внутри базы Трак снаружи Парковки для маневров там не так много Переживаю Вдруг там приедут мои друзья И будут парковаться рядом Они же не смогут Прошло полтора часа Минус четыре палеты Все, ничего, но зачем я здесь нахожусь В трейлере, когда я мог находиться в траке Еще немного поспать Так, все, плотничком не запекнули в трейлер Чувствую, что сейчас разгрузка затянется Так, ну что, я разгрузился Проблема сейчас найти следующий груз Я, в принципе, уже могу ехать А, нет, не могу Лобок мне еще не позволяет А почему не позволяет? Алло Тысяча четыреста максимум платят, да? Такие еще варианты у нас есть Так, у нас здесь регулировщики стоят Первый, второй Светофор работает, не работает Либо они контролируют здесь дорожные работы Провода, по-моему, там меняют Или какие-то с ними сервисные работы производят Но это ладно В общем, я нашел себе уже груз ведущий Поеду я, по-моему, на Вермонт Потом на Мэриленд И оттуда уже будем дальше смотреть Искать грузы на Чикаго Надо подвернуться И найти что-то более-менее вкусное Подходящее, чтобы по деньгам хорошо вышло Потому что отсюда грузы с ИСТА Сейчас как-то не особо платятся На ИСТ, да, на ИСТ прикольно Многого Оплата довольно-таки неплохая А вот отсюда уехать куда-то Это всегда проблема Это всегда потеря денег И не очень хорошее соотношение Мили и майлы То есть рейд не особо хороший Поэтому, может быть, успею вернуться на Чикаго Опять стартануть Придется где-то рестарт Брать опять на стороне Но надо будет сейчас заработать денег По-моему, я простыл Это из последних новостей Я хочу их, может быть, там по низу этого бампера поставить Центральная дорога меня все дальше и дальше уводит куда-то в глубинку штата Вермонт Еду, по-моему, загружать сыр Либо что-то из молочки Посмотрим, если у них что-то есть на продажу Какой-нибудь мини-маркет Мини-магазин Их продукции готовые Я бы с удовольствием взял бы себе что-нибудь Ну а я на месте Офис налево, шиппинг направо Нам надо шиппинг А почему здесь так все русско? Вопрос у меня Вы вообще меня здесь ждете? Будет очень интересно А нет, трейлер стоит Все нормально Сейчас многие наши напишут Узко Да, ты не знаешь, где узко Узко, это когда ты едешь и царапаешь Ну нормально так Кто-то поранился Пойдем посмотрим, где там Шиппинг офис Разберемся Где мне надо парковаться И где загружаться Ух, как вам нравится, да? Давайте лайком Так, нам сюда Дай мне проверить Фредерик Мэриленд Поеду в Мэриленд Если я говорил, не помню Что-то плохо похоже на сыр Ну что, сказали они Займет это буквально 45 минут Начиная с текущего момента Учитывая то, что стоит сейчас трак в доке После которого будет загружен вставать в док другой трак И только после этого я И на все про все 45 минут От 45 минут до часа Он сказал, займется текущего момента Красота ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть только Verizon, не знаю, может быть другие, какие-то AT&T или Sprint или что у нас там еще есть. В общем, Verizon здесь не рулит. Ну что, загрузили все 2,5 часа. В общем, все по стандарту, все как обычно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько сейчас по месяцу Обязательно засниму это Но баки были практически в ноль Я честно говоря даже не проверил в каком я в штате нахожусь Но ценник на топливо Какой-то адовый 3.49 за голову Почти 3.50, 3.50 Это примерно на 40 центов Больше чем я заправлялся в последний раз Оказывается не так уж я и сушил баки У оба бака суммарно поместилось 211, ну почти 212 колонн Потому что можно было еще наверное поиздеваться До 215 и догнать Но получается осталось еще 35 колонов баков Так что мог уже проехать наверное миг 200 Хотя стрелка уже почти упала Олегла так сказать Но ценник 732 доллара как с кустар Субтитры сделал DimaTorzok Так ну что посмотрим Приехал я на доставку с 8-минутным опозданием 5 appointment Приехал уже 5.08 Сейчас посмотрю будут ли у меня проблемы или нет Ну все good И нечего было переживать Дали уже дверь 113 Сейчас осталось только ее найти Разобраться, запарковаться Поломать сил, закинуть его вовнутрь Задрыхнуть, утром проснуться Может быть немного помонтировать И начать новый день Ну что тяжелая поездка была Приехал местное время уже 5 утра По Чикаго это 4.22 Тем не менее очень тяжело Уже отвык от ночных поездок Буду ложиться спать Разбудят Потом перебазируюсь По моему на вот эту парковку Можно будет Себе забронировать И дождусь уже Своего так называемого 8-часового, 10-часового рестарта Субтитры сделал DimaTorzok